Ну, очень похоже, что духовка, кверху крышкой и сверху жесть еще накрыта была. Сверху ее доски, потом, говорит, дойдут кирпичи, земля, еще ряд кирпичей. То есть не найти бы никогда. И вот здесь вот, что-то на залезе, там тоже что-то было. А то там надо ползти туда было. Еще бабка. А где была? Вот, видишь, все забрала? Может и ничего. Вот как мы жили. Здесь этот фильм, занявший первое место на международном киноконкурсе, документальный фильмов. Кузнецов Владимир Сергеевич, Красноярский край, студия. Документальных фильмов было только четыре. Три. Москва, Санкт-Петербург и, кажется, Екатеринбург. А от нее друг другое там какое-то подойд дело, Красноярский. И он у нас поставил два фильма. Фильм причастия по конкурсу в Югославии. Взял золотой визь здесь. У него интересно было. Когда они приехали, а у них 45 минут, больше никак нельзя, документальный. И все уже, первая, вторая, третья премии отданы были. Он говорит, ну хотя бы такую дарь ехали. Посмотрите. Когда они посмотрели, а там шесть только было профессоров, кажется. Несколько епископов православных, документальный фильм о православии. Тогда ажиотаж такой был бы. И ему сразу прислали первое, а который был на первом, двинули на второй. И мне все вспоминается Маргарет Тэтчер. Когда стала показывать, где там она, что у нее там, контора была. И показано, какие были премьер-министры, там все. И последняя, а она... А ей говорят, дальше некуда, дальше только вниз спускаться. А ей говорят, а дальше нет. А я, говорит, этих всех туда вниз. И тут останусь. Железная леди. Вот такая, брат, история вспоминается мне. Здесь плюки мне привозили со всей страны. И мы ни разу, нигде не пошли, никакой обман. Она разрешалась на руки брать только пять катушек. Каждая катушка 375 метров. Развучание 4 дорожки. На скорости 4,7 сантиметра. Одна катушка такая стоила 5,80. Потом стало 6,10. Цена-то какая была. И давали на руки только по пять катушек. А нам-то не пять надо, а пять тысяч. И вот как привозили с Эстонии везде, а прокинулись, вот так машина пошла с Эстонии, в других городов. Мы приехали в Новосибирск. Ну, нам нужен еще и магнитопон, Маяк-205. В Академию городов заехали, а был Речкунок. Его звали мой Алеша, а на самом деле он Леонид Ильич. Ну, так Леша, Леша. И он, как мы поехали туда, у него сломался, кажется, такой бы мотороллер называется. У него, соответственно, не было мотороллера. Он дешевле намного был. Ну, мы когда пошли, стали говорить, а он говорит, только пять штук. А зачем вам надо много? Я говорю, мы насчитали жития святых, златоустые надо распространять. На златоуста нужно 64 пленки на 12 томок. А на... Никто, ни один человек в мире не скажет, если он насчитывался. А знаете, на жития только ровно 40. А на 5 томок добротолюбия из 14. Ну, а на... Это... На Библию полную 11 катушек. На архипелагула 9. И она говорит... Добрый день. Еще кулу 3. Сейчас надо? Сейчас надо? Ну, хорошо. Так, вон лайн передача идет. Так, а сахри в покое? Это не надо, не надо, не надо, нет, не надо, нет. Это у Грони, ты даже спрашиваешь. Срочно надо. Возьмет. Так, брось из рук, все. Двумя руками держи. Брось, я сказал, брось, подберешь. Вот так. Ну, вот. Как я хотел сказать, здесь насчитывали. Это не просто так было. Нигде ничего не достанешь. Я сказал, взятки нигде не давать. А вот у Валя барышника ходит. А отец у меня Алексей, она Валентина Алексеевна. И они где-то в Казахстане. Я сказать имел в виду деньги. А они так пошли, малину набрали, ведро. Продавщица, она говорит, тогда берите сколько хочешь. Ей нигде не набрать, малину это. То есть, стали вот таким путем доставать. И однажды, вот когда были, подавщица вышла, в маяк, вот у меня зарплата была, сторож, 72 рубля. Все, не рубля больше. 72 рубля за месяц. Сторож, притом, мне разрешалось работать только во вне ведрости на охране того района, где я живу. Железнодорожная. Это так, советская власть, это самая слабая в мире, наверное, власть была. Кроме как на крови она не могла питаться. Показали человеческое лицо, и все рухло. Там чудовище показалось. Я попутно это все подгребаю. И вот здесь получилось так. Нам нужны магнитофоны, а их нигде нет. Теперь я понял, надо на больших магнитофонах. Там три скорости, одна 19. 19? А Алексей сделал так, что, Алеша, две дорожки в одном направлении записывает, и в другом. И сделал доильный аппарат, он назвал. А одной кнопкой снимается оригинал с которого, и там дальше здесь стоит одновременно. Когда уже насчитан оригинал, чтобы не испортился, с него аккуратно, тихим, по одной дорожке, чисто, чтобы было. Потому что вторая дорожка, когда на двух, немножко прослушивалась. Ну и получилось так, что, представь себе, один стоил 320 рублей, магнитофон. Магнитофоны сильные были, три скорости. А катушки были 270 метров, 375 и 525. 525, там было на 12 часов слушание. А то, что вот это интернет, ну, вот они у меня есть. А что тут? И не откроешь, она закрыта. 525. А? 525. 526, да? Ну ладно. А где остальные это? Покажи, какие. А на них картинки разные наклеивали. Мне журналы привозили. Смотрите, тогда не было. Ну, вот она, допустим, ждут. Вот у Днепра погоды. На одном, такое слово нашли, журналы, резали. А потом, всегда на посту. Картиночка такая, там храм видать. Ну, советское время-то. И вот она оформлена. А тут обрезано. Не видать, что было. Вот здесь пишется, что там есть. Ну-ка, другую дай еще. Кто-то их погрызло-то. Видно мыши начали есть, но не по зубам. Так, ну-ка. Всегда в строю. Вот, что это написано? Так. ЗК ОР-1. Это оригинал 1. У-у-у, какая ценность. Их катушки, это надо прокручивать, полностью прокручивать. Два раза в году. А здесь электромагнитная энергия, напряжение, чтобы снять. Алеша сделал скорость. Вот так только включил. Перемотка. Готово дело. Перевернул снова. И опять спрятал. Мы умели прятаться. Учились у товарища Ульяна. Он говорит, под боем и в разные стороны. И мы так и делали. Так, это оригинал 1. ОР-1. Это что? Бой еще не окончен. Но мы-то свой смысл вкладывали. Это что такое? ОР-1. ОР-1. М-1. У-у-у. О масонстве. Я на масонстве 14 лет. Обработал всю литературу. В то время это смертельно опасно было. Смертельно в буквальном смысле, но уже помягшило. Люди, кто знал это содержание, его живых не оставляли. Я обработал всю дореволюционную литературу. Советскую. За ширмой масонов. Там такие сильные. Яковля была. Яковля там 14-й год. Вот все уже пошло как бы к свободе такое. Охлаждение. Потепление, как говорили. И пленку одну насчитал. Материалы появляются. Протоколы Сеонских мудрецов вторую, третью, четвертую и пятую. Это у меня шел М-1. М-1, на ОР-1. 27-й магитофон по счету. Тут и все на ней было. На ОР-1, М-1. М-1 это масонство. А мне говорили, говорят, пятый, это уже интервью, вы будете антихисто брать. Я обработал всю литературу зарубежную, когда был. Это все туда пошло. Ну и, конечно, все на свете длиннее. Толкование там, звучание какое было. Вот. Господь так делал. Я, знаешь, сначала рассказывать, когда там есть и хлебница висела. А они только пришли, мою хлебницу скинули и сразу залезли. Вот. Аппарат там был примкнут. Ну, а это-то пустое для них. И вот эта, которая, там, трещина. Они щупом там сидели и полдня щупали. Куда я вывел людей? А сколько людей? Они сразу зашли, 12 стаканов стоит. Когда было тогда. А мы, куда вы людей, как прошли? Они не могли поверить, что... А как? Они у дерева дежурили. В какое время надо было? Как? Покуда вывезти? Они меня сильно добивались. Вот. Когда форум там доклад сделал о том, как священники продают все это дело там. А Глеб Якунин, батюшка, он все это опубликовал. Ему полсрока обещали срезать. Но у него 70-е было. Мне ничего не обещали. Но говорили только, скажите, как они могли выйти? Соседи. Соседи только через коридор. Тут дежурят, дежурят на улице КГБ. Ну, прыщи на столе там все есть. А прыщи заперто, выломали при мне. Они меня спрашивают. А это как? Почему? Я говорю, знаете, я не знал, чего... Я возьму жену, сниму дверь и уйду куда-то. Больше я ничего не знаю. Заходите, живите здесь. Как нас ломили, как вы по крышам убегали. Вот бегущий по льду, кажется, был. Фильм такой. Американно-русский. Вот, клубей. Это 375 метров. Звучание 8 часов 20 минут. На каждой дорожке 2 часа 5 минут. То есть, это ни один человек не скажет. Ни Осипов, ни все. Потому что они на лиду, профессора были. А мне в храме руки заламывали, с храма выволакивали. Еще только не было. Да и потом в разных городах. Как помню, мы откликнулись от этой темы. Поехали когда здесь. Они нас потеряли. Мы ночью, с обратного хода. Были уже, кажется, взяты были. Мы сели. И они потеряли нас. Но знак дали до самой Москвы. И в Москве. И когда мы появились в Москве, недели через 2. Я не увидели, и к ней скрещат, он здесь, здесь. А я на лестнице еду. Я только спускаюсь по лестнице, а меня, говорят, под белорусские потащили. Но меня, вот понимаете, вот я рассказываю, с другой стороны, а Басе старик плетет. Нет. Я еще раз говорю. У меня в КГБ, которое было в милиции, ни разу плохие люди не были. Всегда. Вот здесь, ну, а то есть, как бы, либо спросите, Нику или Юрий Михайлович, еще не спросите, подполковник. Он здесь не один раз был. И когда я первый раз сидел в 80-м году, он маме моей пообещал, я сына вашего верну из тюрьмы. И меня, когда Надежда Васильевна принесла передачу, а я только выхожу, а я даже не знал, что у нас здесь. Оно на кресле стоит. Здесь, на канатной 81, кажется, ну, бывший женский монастырь Казанской Божьей Матери, вот там я сидел. 112-я, камера, говорит, хата, второй этаж. Вот здесь, в 90-м году. Мы высший, а следователь здесь. И этот сотрудник КГБ, Никулин Юрий Михайлович, стоит черная машина, он приехал при всех орденах своих, так, какое торжество. Он мне говорит, освобождаем, а я уже заранее заготовил заявление, отказываюсь от освобождения. Я хочу выйти в суд, сказать, отказываюсь, да там 3700 сидельцев, там любой бы отдал все, что только выйдет. Он так постоял, вот так, как сейчас помню, за мое заявление еще раз просчитал, и вот так вот порвал. Игнать Тихонович, это не ваше место здесь, тут мразь одна. Вы свое златоунство хоть мешками распространяйте, но хипелак не трогайте. Я уже написал заявление, не буду. Я попутно все брал, мужчины до 19 века, а 20-го нет, а тут патриарх, все это сгодилось мне. Владимир, митрополит киевский, ну, мы молимся за них, которые казнены. Ну, я, я, у меня жития 19-го столетия, а 20-го нет, и на 20-е я насчитал, а тут и подвернулось меня. Они видят, я, все это просто дырый такой, скажут, ой-ой-ой. Он мне только сказал, знаете, Тихонович, вот у вас все такой порядок, люди, вам будет только у нас работать. Я по стеклу кто-то звякнул камнем. Вон, видишь? Да. Вот она. Ну, и вот, вон меня как-то было здесь, мне надо, я говорю, на двор сходить. Он со мной пошел. Я думаю, это редко кто ходит, чтобы подполковник КГБ сопровождал его в сортир. А тут ищут, и это студенты юридического факультета, под кровать залезли-то, а я бурщу стою и говорю, вот приучили вас лазить здесь, по бумажке, которую прокурор, а вы привыкли отобрать-то? Вас не остановить, вы теперь будете без прокурора бумажки везде лазить. А в сарай, вон там, где красная, окололиния, там железная дорога идет. И там я конурер собаку издалил. Здесь, ну, здесь не было бараки простые, а тут, там сейчас не пройдешь туда. Железная дорога прямо рядом. Прямо рядом здесь, вот, бедаль даже знает. И там конура, возьми, можно, если не надо, так, извини, потихоньку передай мне. И вот, подожди. И вот, околожелезной дороги-то живем. И это все, когда много людей, вот, и кто под меня не уходил, а я снабжаю пленками. А бывает так, он уходит, а где-то, видимо, передают. Всех обыскивают. Обыскивают, что они искали? Им надо показать, что они не зря получают зарплату. Им нужно найти шпиона. А, когда судили, то, говорит, нашли радиостанцию у меня в 48-й школе в подвале. Я имел связь с японской разбиткой. По сиденью пойму, почему по-японски. И меня с Иваником спутали, этот мафиози. Ну, черт, дай, дай, она прямо не терпится. Скажи. Они, соседи, тралили. Вот сюда, подойди, вот сюда. Они, говорит, соседям, здесь девушка работала на заводе, они к ней постоянно приходили. Они, говорит, надоели мне эти КГБшники. Ты подслушай, о чем они говорят, когда к ним люди приходят, ты все сообщай нам. И сообщили, что в нашем подполе он связан с Америкой, с Германией, с Японией. Я говорю, а я этому звоню, КГБшу. Я говорю, вы что говорите, всю улицу мы травили против нас, и соседей. Я говорю, у нас в подпол, если вас спустить, часа два, и вы там задохнетесь. У нас там кошки живут, и вонища такая. И я, говорю, пригласила соседку. Тут один этаж, где-то там наден, а там ниже барак два этажа. И куда выходить-то? Выходить не было, только в двери. И я открыла подпол, говорю, посмотри, где там рация. Говорю, там невозможно, дышать нечем уже. Там, говорю, кошки и пыль, говорю, грязь там такая. Ну, она посмотрела, говорит, да я верю вам. Но они, говорит, мне надоели уже. Приходите сами и, говорит, подслушивайте и смотрите за ними. Я не буду это делать. Соседи они хорошие, мысли мне живут дружно. А, еще, Игнатий, выйти на улицу. Пойдемте на улицу. Пойдемте. А что мы тут дышим-то? Давай, все, забираем. Не, давай, выговорим. Приму тут. Лестницу оставить, поделим? Выходи, давай, выходи, вытащим туда. Рассказали выйти, значит выйти. Рассказали выйти на улицу. Лё, а то речь не дает пройти. Ну, маленькая, разогнись, а что ты крючком все время? То же согнется и то рядом, а как будто не видит. Так, фух, действительно тут получше. Вот этого не было забора, это соседи поставили. Не было. Просто заходи и вот интересный тут случай попутно расскажу. Я насчитываю жития святых, а тут пурга. Ну, если кто пройдет, за один день след его видать. Твое положили. Вот, туда иди. А я у окна стою и насчитываю. И считаю житие святого Исаакия Печерского. Как его демоны обманули, что придут за ним ангелы. И он им поклонился и видит там куриные ножки той Христа-то. Вот. Ну, и утром пришли. Отче, Исаакий, благослови. Никого нету. А, видимо, кирпичами был заложенный. Ну, придумали много еще, чтобы только не идти на проповедь. Ну, и дальше что? Откопали он. Ничего не знает. Как это звать, не знает. Целый год учили его ложку держать только. Он не ел ничего. Ну, кстати, говорит, да не надо. Он месяц, другой не ест, и нужды никакой нету. Но Господь услышал молитву туда же, обычную, житийную уже. И он снова стал хорошим монахом. Но один уже не хотел. Мне что-то сделалось так смешно, думаю, вот вас так уучить надо. Я стоял и так хмыкнул. Надежда, он сказал, тебя тоже, дьявол, ты искушает. Только сказала, тогда в окно, вот в это самое окно, вот в это вот. Я у окна стою, стою, вот видишь, что там брякнул. Вот так вот. Я остановился считать. Что делать? Ночь-то 12 часов. А как открыть? А этого не было, что дверь. Просто дверь не железная, это деревянная была. Постояли, постояли, больше нету. Но, может, они теперь устоят у двери, и они не знают, как разговаривают. Они не хлопают дверью, это не один раз вот уже. Потому что видно, что сердятся. Долбят. И вот, вышлик, когда выгнал, снегом запорошено, ни одного следа нигде нету. Кто это мог стущать? Ну, именно тот, кто с земли не касается ногами. Он не мог быть свешен на веревке, там, постущать и исчезнуть. Никак. Я как-то приезжаю из Новосибирска, а Надежда Васильевна говорит, уже я не знаю, там, первый, второй, сейчас. И говорит, ездили мы на Пригорном, Ребриху, это отсюда километров сто. О, родственники наши двоюродные. И вот у меня живет племянник Роман, Рома. И он там, маленькие такие, зелененькие были всадники, лошади. Деревенскому парню понравилось, ему лет пять было. И он их в карман и приехал с конями. Что же делать-то? Да ты что? Я его сразу разбудил. Он очухался, Роман, это твои лошади. Тебе дали их или своровал? Я сам взял. Ну, сам взял, а ты и своровал. Никогда не говорят, что своровал, а говорят, взял. Ты уже терминологии-то их делаешь. А здесь сейчас Господь придет взыскивать, у меня кони ворованные. Вставай, пошли. А застарай там. И мы пошли, отнесли их туда. А коней этих, так, Надежду Васильевну командируют. Ты уже который раз стучишь? Ты видишь, записывается. Видно, что сердишься. Нет. Ну, ломишь, ну, два раза, целый выстрел будут слушать и скажут, замените. Простите, простите. Так, больше не надо, отойди пока. Ты будешь сейчас только мешаться. Я говорю, так, тебе вот, командировочная, Романа, бери лошадей, отвезите и накупите какие-то подарки. Задобрите людей, чтобы они вас просили. А лошадей отдайте. И парень больше никогда не воровал. Вырос такой хороший мужчина. Мастер там все это, дома строит. Но в Сибирске живет Устинов Роман Владимирович. Вот как дело-то. Ну, а с этим что говорить? Когда мы, вот этот трехтомник-то сейчас, он у меня с толкованием апокалипсиса. И ходил я на работу. А работать вот прям за этим. Мы можем зайти на линию даже, посмотреть. А потом оттуда остановимся, заглянем. Потому что это редкий момент. И вот я рассказываю когда-то, понимаешь, это вот все уже оно здесь. На той стороне. А тут кусты растут, а тут бараки. И вот я ухожу на работу. А отец Геннадий приехал. Я говорю, ты вот занимайся этим. И с академгородка два человека с Новосибирска. Вот это делайте, вот это делайте. А он мне говорит, а вам кто дает задание, что за день делать? Только он и спросил. Вот понимаешь, как вот умный, он везде, и у него ум есть. Я говорю, знаешь, вот у меня есть книжка интересная про толкование апокалипсиса. Ты займись-ка. И он там напишет. По благословению моего духовного отца, везде говорит. Начал я работать, я три года отдал этому. Я знаю толкователей много. Там и стеня, и по тесту Олег, другие берут. Даже рядом нельзя ставить. Такая глубина. Почему? Потому что он самый из минонитов. Был у сектантов. Знаком, что такое получение Духа Святого Пятидесятников. Он пишет, знает. Он живьё. Горящее всё у него. И вот он три года закончил. Которые места исписания красными, туши, другое. Один экземпляр. Привезли. Что будем делать? А машина вот здесь вот стоит. Всё время на одной наблюдает. Я пошёл на работу. Машина одна здесь, а другая, как и разник называлась. А сегодня газель. И прямо там, напротив моей конторы. Кто выходит, сообщает. Дорогой нас обыскали здесь. Проверяли, что с собой везёте. Ну, ничего не было у нас. Задерживают. Бывает, что-то отберут. Но это уже незаконно, что делали. И вот у нас здесь совет. Был как раз. Он мне зятем стал. Михаил Афанасьевич Баряков. На сестре Ирине женатой. И он был в это время здесь. Давайте все вместе решим, что делать. Один вариант такой. Сейчас неприметно вынести и спрятать. Второй вариант. Сейчас всю студию я прекращаю. Тон студия называет. Сейчас мы насчитываем его. А мы не знаем, сколько считать-то. Потом узнали, сколько. Так. В общем, с добавками 24 часа. 300, 434 страницы. В третьем томе нашего трёхтомника. И тогда мы в разные стороны. А дальше уже будут тиражировать. Подумали, так и так обыскивать будут. Давайте насчитать. Трое суток. Господи, дай нам трое суток. А дальше видно. А потом зарядил я свою студию. Это сколько мне надо? Вот 375 метров. Я оригинал заложил. Раз, 10. Туда, сюда. Всё. Четыре дорожки записались. А их три только кассеты. Три катушки, не кассеты. Вот всё. И дальше уже понеслось по всей стране. А потом уже издаём. А потом это всё перепечатали. И вот у нас трёхтомник чудеснейший. Впервые в мире за 2000 лет Новый Завет вышел полным толкованием с апокалипсисом. Блаженный Фатилак останавливается на послании к евреям. Он берёт только 26 книг. Понимаете, всё такое оригинальное. Когда обо мне фильм снимали, а тут нашли всех какие-то они ранние революционеры. И кто-то пришёл где-то здесь, недалёко. Там космонавтов, кажется, такие улицы там. И дёгтем или чём на них поплескали. Они все стоят страшные такие. И меня туда привезли, я встал и стал рассказывать то ли биографию, и каждый на фильм снимал это дело. Это попутно сказать. Дерево такое толстая не было. Смотри, какое. Вот оно где. Вот я прижмусь к нему. Посмотри. Вот видно, что я не могу взять. Вот. Сколько здесь? Вот это, запомни, где палец стоит. Так. Я сейчас скажу, сколько. Так, говори. Где? Здесь? Ещё. Ещё. Шестьдесят. Метр семьдесят до шестьдесят. Сколько будет? Два тридцать. Два тридцать. В Абхвате. Два тридцать, два тридцать. Ну, телековый счастливый диаметр его. Два пьер. И всё. А площадь пьер в квадрате. Пойдём. И вот как мы здесь были, как они меня арестовывали. Как этих людей мы выводили. Конечно, как учил Владимир Ильич Ульянов, Ленин. И как мы. Значит так. Двенадцать человек. Ходили в туалет. Вот оно полной мощи. Первый идёт самый сильный человек. И как будто спотыкается. И кто там стоит, первого его задеют. Пока он очухивается, мы разбегаемся. Ограды не было. Все в разные стороны. А когда мы насчитывали, вернусь чуть-чуть назад. Я вышел. И на той стороне кусты вот такие же растут. Густые там кусты росли. Ну, я... Не знаю, что. У меня ноги задрожали. Я весь сижу вот так вот. Сел в кусты. И вот так вот. А когда мы зашли туда, машина у них стояла вон там в кустах. А свет оттуда свиньи светит. И свет-то попал. Он как дверку-то открывал. И видно, что мотнулся. И они сразу бросили. Один туда, другой по линии. Третий там завернул. И не помню, как двое-то. Нет, говорит, там нигде. Идут. А я вот так вот сел. Вот здесь дорога идет. И я вот так вот сижу. И вот так вот. Не знаю, на меня еще что-то было. Трясучка настоящая. Никогда не было. Они вот так вот. Глянули и пошли дальше. За нами ничего нет. И не арестовали. Вот Господь показал немощь нашу человеческую. Не надо гоношить с этой. Ну и... Все насчитали. Распустили. Оттуда, отовсюду люди едут. И мы это раскатали. Откровение. Библия целиком у меня насчитана была на 11. На 11 умножить на 8 часов 20 минут. Вот считайте, сколько надо. Вот так медленно. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вы зарядите в интернете аудио Игнатий Лапкин. И все это найдете. И архипелаг Гулаг найдете. И все остальное масонство. Все это есть. Есть на нашем сайте. Никакой сегодня тайны нет. Все печатается, открыто. Вот, говорит, вы знаете, он страну... Я ничего не знаю, я знаю, что было. Я бы домой не вернулся. Лагеря детского бы так не было. Миссионерской книг от них не было. 38 томов у меня вышло книг. Миссионерской поездки из Барнаула до Владивостока, потом пройти до Португалии, Скандинавия, Прибалтика, север Турция. Это 120 тысяч километров мы за 4, кажется, года прошли. 650 библиотек получили от нас подарок на 35 миллионов рублей. Этого ничего не было, деревни не было. Так что тут мне-то выбирать нечего. Туда назад не тянет. Это, которые не работали, паразиты из Компартии. А они, конечно, тоскуют, как было им. А теперь, к слову сказать, в больнице лежит Порторг с нашим священником, говорит. И тот, говорит, вот видишь у вас, как ваше дело-то пошло, попы, новые храмы строят. А куда идти? Я Порторг, и тут подай в семинарию священники, ни за чего не отвечать. А тот передал это дело. Отвечать больше всего им надо. Я вот в университете всегда говорил, если суд Божий должен начаться здесь, то в этом месте все самые главные преступники будут учителя и священники, если вы в это верите. А мне говорили, говорят, вы только против, вы говорите, пойдем. Так, закрыли все здесь, Люба? Закрыли, Настя. Не закрыли, все двери Настя. Ты там на ключ закрыла? Закрыла. Здесь я и сейчас скажу, соседке, она закроет. Садится. Вот сколько воспоминаний. А если бы жил обыкновенной жизнью, как и здесь, ничего больше нет? Давай я возьму. Сейчас туда машину начни снимать. Я буду подходить, там справляю. Нет, ничего нельзя. О-о-о! Надежда Васильевна была там. Ну, вон она, видишь, дом-то аварийный. Посмотри, подойди, сними. Так. А ты иди узнай, тот старай, кому приводить нас. Все, пойдем. Вон она, труба развалилась. Сюда, я там ее, видимо, делал еще. Под уратором и так. С той стороны уже все идет. Разлом. Все. Ну, давай. Вот она. На верху нужно. Я туда по оратору стой. Меня говорит церковный оратор. Залезу туда и будем проповедовать. Вот. Видал? Топ. Пошли, открывай. Так. Знаете, сестры, укладывайте. Мы с сестрой пройдем туда. Покажу я тебе, где был. Вот это. Между этими пройдем. Они пойдут. Вот. Это магазин был. Вот тут магазин. А здесь барак. Когда умер Малашин, Юрий Николаевич. Вот он как раз фильм снимал. Второе крещение Руси. Или глаз попьющего. Боющего. Пойдем-ка сюда. Вот так. Это, видишь, люди живут. А тут вот это было. Это магазин. Я зашел. Получил только известие. Пойдем дальше. Они. Продавщица знакомая. Что случилось? А я не могу слезы удержать. Они на двух. Вон какая собачка хорошая. Вон голова. Посмотри. Вон. Вон. Пойдем-ка сюда. Это не было. Обыкновенные бараки. Вот такого. Один на один похожие. А там вот, в который Алеша Матюшина зашел. А здесь вот опорный пункт милиции был. С той стороны. Я расскажу потом. А это вот здесь мостопоезд 140-й, в котором мы работали. Вон. Поперек здания стоит. Пойдем-ка. Вот здесь. Тут они что-то сделали-то. Отгородили линию. Ничего себе. Во. Медя. Вот, посмотри. Ну-ка, глянем туда. Этого не было. Да тут и не пройдешь. Все заросло. Здесь ничего не было этого. Чистое было место. Ходили. Пойдем-ка. Так, зайдем туда. Может, никто нас не тронет. Глянь туда вдоль стены. Этого не было. Ничего. Здесь открыто было. Поезда останавливались. И грабили страшно. Я иду однажды вот так вот. А тут в вагонах. Туда поезда останавливаются. И сюда. В этих местах останавливаются. Здесь не пассажирские. Только это. Там вытаскивают какие-то холодильники, ковры. А у меня две собаки. Я в уголовном розыске занимался. И меня все знали здесь. Я их припер. Не двигаться. Так, немедленно туда. Четыре человека было. Немедленно загрузить вагоны. Все туда. А они послушались. Ну, могли бы, конечно, что-то сделать. Но Господь не позволил это. Но тогда были только сараи. Смотри. Вот это. Она очень хорошая. Крапива мелкая. И на еду. Говорят, не где-то как сделать. Ну, и вот здесь. На утро все знали. Милиция пришла. Линейный отдел называется. Вот вы такое дело. Я говорю, вы получили свое. Холодильники все целые. Да, все, все, как надо. Вам что еще надо? Эти люди дали мне слово, что больше не будут воровать. Это мало. Ну, конечно, жены их благодарны были. Пойдем-ка дальше. Это я пришел на то место, где 26 лет жил. А квартиру нам дали. Тут был мастер Колбин. Фамилия его. И хороший такой мастер был. Ну, и дали нам квартиру. Доктуру недовольны некоторые были. Дали баптистам. А мы не баптисты, а православные. Ну, им разницы нет. А баптистов они отвечают, что они не такие. А православные, мы все православные. Раньше думал я, как не стыдно называть себя. Я баптист. А сейчас стыдно называть себя православный. Столько по себе оставили. Такой след. Такие люди, которых арестовывают. Что-то как нет. И все православное. Какую бяку где не сделают, все православное. Ой-ой-ой. Ну, это все залито. Тут это все-все другое. Только вот тот дом остался. И этот, аварийный, его ломают. Сколько время мурыжили. Мы не жили здесь уже 20 лет, наверное. И все время высчитывали за свет. А никакого света нет. За воду, за мусор. Осторожно. Сними эту машину по себе. Пойдем. Вот она дорога. А тут такой дороги не было хорошей. Дорогу-то какую сделали. Эх, все. И вот дальше тоже бараки, наверное, снесли. Ну, все, наверное, там. Поехали. Мы с той стороны. Я хочу заехать на свое место, где работал я. Хоть один раз там побывать. И все заснимешь. Давай. А ты не нажала его? Там идет 6 лет и не надо заходить. Не дали вас в середине. Ну, что ты, просто в середине пишешь.